Николай Георгиевич Гарин Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский 30 мая Японская армия Куроки как будто опять перешла по всей линии в наступление. Везде говорят сегодня о скором и большом серьезном бое в восточном отряде у генерала Келлера. Отряд генерала Мищенко после жаркого боя с большими потерями для японцев, у нас убитых и раненых 27 человек, у Сюяна оставил Сюян и отступил к нашим укрепленным высотам Феншуэлинского перевала. Это ключ к Хайчену, находящемуся в 52 верстах к западу от перевала. Если бы этот перевал был взят, первому корпусу генерала Штакельберга, двинувшемуся на порт Артур, грозила бы опасность быть отрезанным. Перевал очень сильно укреплен, и взять его невозможно. На обходное движение японцев не рассчитывают. Все это, впрочем, когда вы получите и будете читать мой дневник, будет принадлежать уже истории, как уже свершившийся факт. Бой и нам необходим для выяснения действительных сил неприятеля. Обыкновенные рекогностировки при всем напряжении и удачах генералов Мищенко и Рененкамфа не могут больше осветить подвинувшуюся силу. Нужна усиленная рекогностировка, бой, который один может обнаружить действительные силы противника. Может быть, у генерала Куроки только заслон в 40 тысяч. Может быть, и вся армия налицо. Если только заслон полагает, что мы энергично двинимся на порт Артур, оставив в Леояне такой же заслон. Если скрыты большие силы, весьма возможно, что первый корпус подойдет к главной армии. Обсуждается вопрос о возможности взятия порт Артура. По всем предыдущим донесениям, Артур снабжен хорошо и провиантом, и снарядами, но и очень много снарядов можно израсходовать в зависимости от того, с какой энергией ведется атака. По сведениям из китайских источников, атака ведется очень энергично и до сегодняшнего дня за большим успехом для нас. Так, после отбитой 24-го числа атаки с громадным уроном для японцев, будто бы легла половина армии, были взяты все высоты назад вплоть до Цзиньчоу. Но сегодня опять у китайцев какие-то новости есть. Есть новости? Есть. Какие? Запрещено говорить. Голову чик-чик. Китаец смеется. А большая новость? Ничего не скажу. Скоро сам узнаешь. Не очень скоро узнаю, потому что сегодня уезжаю на несколько дней в Харбин. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует...